Приветствую вас. Мне бы хотелось сказать, что, ну, вот вы спрашиваете о том, являетесь ли вы больной, или того, что помешаны на своих снах. Я вам могу сказать, что нет, вы не являетесь психически больной, у вас есть некий такой психологический, на мой взгляд, психологический конфликт, который связан с тем, что у вас происходило, ну, скажем так, вот с того момента, да, когда вы начали увлекаться с нами, то есть вот с тех пор, как вы увлекаетесь с нами, да, вот с этого момента как раз и начались ваши проблемы. То есть что-то заставляет вас бежать от реальности, что-то заставляет вас уходить от нее, вы, ну, во сны, во сны. А для чего? Для чего? Для того, чтобы, ну, как бы, избегать этой самой реальности. То есть что-то вам в ней, в этой реальности не нравится. И вот, по сути дела, по сути дела, это и самая большая проблема на сегодняшний день у вас стоит. То есть проблема заключается именно в том, что вы обрешите от реальности. И давайте вот с вами, если вы действительно хотите свою проблему решить, то давайте попробуем с вами подумать, что же, собственно говоря, заставляет вас убегать от этой самой реальности. Что заставляет вас искать утешение во снах, вот как искать утешение там где-то еще и так далее. И вот когда будет понятно, что вам не нравится в своих снах, вот тогда можно будет говорить о том, значит, что с вами произошло. Тогда можно будет говорить о том, почему вы так активно стараетесь жить в мире снов и избегать реальных событий в вашей жизни. Вот, я думаю, то, что можно вам сказать, так вот, ну, сказать вот так, на вскидку, да, из того, что вы здесь нам поведали. А дальше, для того, чтобы более подробно разобраться с тем, что с вами происходит, нужно будет анализировать по большому счету всю вашу жизнь и то, что с вами происходило. Тогда, может быть, будет понятна причина всего этого. Да, да, можно управлять с нами, это делается элементарно, если, конечно, учиться этому. Но, как видите, вы постепенно склоняетесь к тому, чтобы жить в иллюзиях, а это шревато, и шревато очень большими последствиями для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.